На острове Татышев произошел пожар, пострадали несколько деревьев. Горожане жалуются за островом, никто не следит, велопрокат до сих пор не работает, а визит в центр закрыт. Почему Татышев превратился в остров невезения, расскажет Денис Козлов. Таких очагов мы убедились с вами несколько на острове. Судя по их количеству, профилактики мотивопожарной никакой не осуществляется. Пожары на острове Татышев стали нормой, рассказывает депутат Роман Крастили. Сначала пал травы в апреле, потом пожар от фейерверка на 9 мая. И вот опять на этот раз пострадали несколько деревьев. Чудом уцелел яблоневый сад, который высаживали при Пимашкове. В непосредственной близости находится здание самого МАУ, где люди должны работать и следить за этими территориями. Но тем не менее, все выгонало ровно до тех мест, где естественным образом тропинки образуются. И только благодаря этому пожар остановился. Следят за ней очень слабо. Не следят здесь и за компенсационными посадками. Вот, пожалуйста, сами деревья привезли, но вот закопать, по всей видимости, забыли. Ну, из-за такого отношения некоторые из них уже начали погибать. То ли сил не хватило работы закончить, то ли денег. Тем не менее, на себе работники острова, кажется, не экономят. Ну, а здание за моей спиной, несмотря на то, что ему уже несколько лет удивление у горожан, вызывает до сих пор. Нет, это вовсе не чей-то загородный коттедж или дача. Это дом персонала. Есть на острове еще одна проблема – велопрокат. Сезон уже начался, работают только пять муниципальных точек, остальные незаконно на свой страх и риск. Конкурс за места несколько раз откладывали, в итоге проведут в конце мая. А пока предпринимателей силой выгоняют и забирают у них велосипеды. Бизнесмены говорят, это просто передел сфер влияния. С нами никто не сотрудничал, ничего никто не сказал, просто сказали, будет вот так и все. Вот они забрали четыре будки себе, заключили с кем-то договор и работают все. А с остальным предпринимателем вот 22-го числа что-то произойдет. Просто кто-то хочет завести своих людей. С нами-то уже работать не хотят, то есть они делают все под себя. Кроме того, жалуются и на фудтраки. Они, по словам предпринимателей, появились без торгов. Их дату еще даже не объявили. Другая болевая точка – визит-центр. Его пытаются открыть с февраля. Точной даты нет до сих пор. В общее ощущение горожан, остров остался без руководства. Его действительно сменили месяц назад. Старый директор уволился. Новый же отличиться не успел. С состоянием Татышева недовольны и в администрации. Нынешнее положение острова Татышева назвать удовлетворительным, наверное, нельзя. Это касается и организации велопроката. Некорректно в течение месяца с человека что-то требовать. Это вот моя очень четкая позиция. Давайте посмотрим, хотя бы, что пройдет сезон, и оценим это, допустим, через год. Судьбу острова обсудят уже завтра городские депутаты. Они представят план развития Татышева. Но как скоро красноярцы почувствуют изменения на себе, пока неизвестно. Денис Козлов, Сергей Раков, 7 канал.